Стереоресивер производства Германии, в частности, ITT Shalp Lorenz. Некоторые называют ITT фирмы International Telegraph Telephone. Я понятия не имею, с чем они связаны, то есть они какие-нибудь там телеграфы, телефоны выпускают, но Shalp Lorenz, я точно знаю, что Hi-Fi подразделение обалденное. Значит, название у него ITT SRX75 Hi-Fi и Professional. Не знаю, что там профессионально, но, грубо говоря, поет он огонь. Вот. Значит, выпуск у него 76-78 год. Задавал мне человечек сегодня какой-то вопрос, поэтому снимаю обзор. Значит, состояние великолепное, сам здесь метали. Я скажу получше, чем Браун играет какой-то... Не какой-то там, ну, Браун. Значит, что здесь есть? Мощность у него 2 по 25 железных на 4... Ой, на 8 Омах и на 4 Ом по 40 Ом. Ой, я же заболтался уже. Немножко бухал недельку. Так, значит, 40 Вт на канал при 4 Омах. Сзади, начнем сзади. Так, значит, что здесь? Чистенький, до безобразия. Питание 220 Вольт. Вот, значит, антенные входы. Земля какая-то. Два входа у него... Выходы, вернее, точка-тире оба. Значит, входы у него... Радио, само собой. ТБ, вот это называется. Это, грубо говоря, CD, магнитофон. Там все что угодно подсоединяйте. Кассетный, катушечный. И вот здесь написано ТА-ТА. Это, значит, кристалл и магнетик. То есть, у него 2 фонокорректора. Старушечий и магнетик. Это ММ. Значит, вот здесь такой серийный номер. Состояние шикардос. Весь вообще в огне. Вот. Да, давайте так. Сделаем потише. Включим. Пусть он загорится у нас там в красоте. Значит, здесь индикатор сила сигнала радио. Радио, сразу скажу, до 104. В те времена еще не делали до 8. Мне вот кто-то делал, а это не хотели. Значит, есть выход на наушники. Ну, как социалистический, с СССР такой. Значит, это включение кнопка. Это второй вход. Эта вот линия, это на магнитной головке. Не на магнитной, а на, грубо говоря, как они там называются. Ну, поняли меня. Для винила. Моно принимать можете и приглушение типа звука. Не понимая, где они пишут. Ничего нигде не приглушают ни на какой аппаратуре. АФЦ это подстройка частоты на скорой. Значит, low strike. Там по-немецки, а в локсику. Это громкость, басы, кёхин. Ну, бас, само собой, кёхин. Это кёхин, это мёхин. Это ВЧ. Баланс. И вот приключения здесь у него. Ну, вот эти я вообще не буду приключать. Только на FM мы проверим. Стерео работает прекрасно. Радио Эрмитаж послушаем немножко, значит. Ну, в общем-то, и все. И колесико настройки винира, который туда. Красненький огонек бегает. Лампочка стерео горит. Так, ну что, поехали тогда радио, что ли, слушать сначала. Так, так, так. О, включаем. Это все вообще, смотрите, кёхин. Басы. Вообще, атасы. Так, ну ладно, радио послушали, будем слушать ТБ. ТБ это у нас CD. Сиди и слушай. Ну, а сейчас надо послушать. Левый, правый канал. Левый канал. Стерео. Правый канал. Все работает. Металл, металл. 9 килограмм весит, кстати говоря. На транзисторах. На транзисторах. Здравствуйте. Ну, я знаю, я не don't. Кого ты видела. За окном, это моя слеза. Субтитры создавал DimaTorzok Такие дырочки Такие дырочки Такие дырочки Такие дырочки Не гори Гори Не понимай Внимай Нужно скоротко Спеши добро Творить Это антенна АМ-ФМ Ой, АМ Давай Ну, прикину я вам Как работает ВЧ Так Какой приход Бас вообще Моя акустика Вылетит Будем, будем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, аппарат огонь. Ничего не хрустит, не трещит Вот, выход, забыл сказать, точка тире Вот Был бы жив киса мой Он бы сейчас здесь сел И сидел бы, балдел А я бы спросил Киса, аппарат хороший? Он бы сказал Мяу Спасибо, на этом все Спасибо, на этом все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА